Фух, на улице потеплело и от батареи стоит такая жара. О, вот так-то лучше. Мам, мам, а можно мне? Какая свежесть! Ой, у меня все лицо намокло. Дианочка, так близко к увлажнителю не надо стоять. Тем более, он даже до меня этот пар долетает. Ой, прохладненько. Вот и двигайся тогда. Мам, пап, я в школу. Давай, Макс, удачи, и чтобы без двоек. Без двоек? Ну это как получится. Что, Макс, не расслышала? Понял, говорю, без двоек. Всем привет. Ого, чувствую, сегодня будет страшный день. Влад, почему, контраха что ли по какому-то предмету? Не, Макс в школу пришел и даже не опоздал. Тьфу, тебя напугал. Всем привет, ребят. Привет, привет, Тимми. Стой, 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 а что это там у тебя такое блестит? Где, Макс, где что блестит? Да вон, вон, смотри, у тебя что-то на волосы прицепилось. Рядом с ухом. Хе-хе, ах, это, на волосы прицепилось. Хе-хе, это сережка вообще-то. Ой, ты дурень. Хе-хе, серьга, ты что, ухо проколол? А почему не в платье сегодня пришел, а? Девочка. Так, все, ребят, теперь это не Тимми, а Тина. Ха-ха-ха, ага. Вообще-то это круто, если ты не знал. И мальчики прокалывают одно ухо, а у меня одно, понял? А не два, это у девочек два. Хе, круто, ты ничего не круто. Да ты так говоришь, потому что тебе родители никогда не разрешат ухо проколоть. Ха-ха, а мне разрешили. А чего это не разрешат? Хе, если мне надо будет, то и разрешат. Хоть ухо, хоть бровь, хоть нос, хоть что, понял? Да-да-да, только умей, что бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ладно, все, успокойся. Чего? Сам ты бла-бла-бла, я тебе сказал, вот увидишь. Да ладно, Макс, что ты завелся-то? Я вот тоже хотел ухо проколоть, ну или пирсинг какой-нибудь сделать, но мне родители не разрешили. Хе, мне что угодно разрешают. Все-все, я просто не хочу. Да-да, да ладно ты, уже успокойся. Молча посмотри на мою сережку, хе-хе, и позавидуй. Девочки, мальчики, здравствуйте. Так, а что это у нас на доске? Мучилка, отлично, чьих рук дело? Макс. Блин, Юрьевич, почему Макс? Я вообще там ничего не писала, посмотрите, это не мой почерк. Да, мы зашли в кабинет, тут уже было, это с того класса еще, предыдущего. Ладно, поверю. Так, кто у нас сегодня дежурный? О, Тимми, прибери, пожалуйста, с доски. Ну что, мистер Крутой, иди доску помой. Завидуй, молча. Да, Олег Юрьевич, хорошо, сейчас вытру. Я пришел. Мам, мам, пап, пап, а можно мне ухо проколоть? Ухо проколоть? Макс, ну зачем тебе? Ты еще пирсинг себе в носу сделай, татуировку во всю спину набей. Нет, это лишнее, Максим, подумай по-хорошему, нужна ли она тебе, эта сережка в ухе? Да, Макс, ты сейчас хочешь, а завтра перехочешь, а дырка в ухе останется. Ты еще тоннели себе пробей. А что такое тоннели? Макс, да это дырки в ушах, огромные. Ой, какая свежесть. Мам, пап, ну чего, вам жалко, что ли? Я решил, я хочу сережку в ухо, ну пожалуйста, ну можно? Макс, давай ты подумаешь недельку-другую, а там посмотрим. Я уверена, что ты передумаешь. Не передумаю, мам, пап, да ну что вы? Приду завтра без сережки, мне этот Тимми достанет. Я же говорил, тебе ничего не разрешат. Ты как маленький, а я крутой. Я с сережкой. А что если... Здравствуйте, это у вас можно ухо проколоть? О, здравствуй, мальчик, да, конечно. Хоть ухо, хоть нос, хоть бровь, любой пирсинг. Только ты же не совершеннолетний, у тебя разрешение от родителей есть? Разрешение от родителей есть, только я его дома забыл. Давайте вы мне сейчас ухо проколите, а я вам потом разрешение принесу. Нет, 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 так мы с тобой не договоримся. Сначала разрешение на прокол, а потом уже сережка в ухе. Ладно, сейчас схожу принесу. Ага, разрешаю. Ха-ха, ну вот и готово мое разрешение. Ну вот, я же говорил, что дома забыл. Вот, держите мое разрешение. Ну, где вы там, давайте калите. Так, я маму Максима разрешаю ему проколоть одно ухо. Ага, хорошо, сейчас подойду. Вот, смотри, у меня есть несколько вариантов сережек. Давай выбирай, какую тебе сразу поставим. О, вот такое, вот такое, точно. Ага, все, поняла. Так, давай ухо свое. А это у вас что там такое, баль-баль-большое? Это, это, это вы чего, вот этим ухо прокалывать собираетесь? Да вы меня насквозь этой штукой проткнете. Да нет, не волнуйся, я осторожно. Ну, выворачивай голову, так, какое у нас ухо будет? У левая, конечно. Давай левое ушко. Сейчас комарик укусит и ты не заметишь ничего. Так, знаете, дайте мне чуть-чуть настроиться. Сейчас. Гладца только закрою, чтобы ваш этот инструмент не видеть. Хорошо, хорошо, давай, настроился? Ну, комарик, комарик. А, нет, так что такое-то, прокалываем ухо или как? Нет, вы знаете, что-то кажется я передумал. Не, не надо мне ухо прокалывать. Ну, не надо, так не надо, чего я приходил тогда. Да я это, сережку хотел в ухо. Что-то передумал. Ладно, я все поняла, испугался. Я тебе могу предложить на время клипсу. Она одевается на ухо, не прокалывая его. И ты сможешь походить с сережкой и посмотреть, нужна она тебе вообще или нет. Клипса? Ха-ха, а давайте. А вот такая есть, которую я показывала? Да, конечно. Сейчас я тебе поставлю и посмотришь, как будет. Ха-ха, о, спасибочки. Да, пожалуйста, соберешься ухо проколоть на самом деле, приходи. Не забудь разрешение принести. Ага, спасибо, конечно. Ха-ха, прикольно выглядит. Так, надо, наверное, ее снять, а завтра в школу надеть. Ой, а если я потом не смогу? Эх, мне надо до завтра продержаться. Я только тебе покажу, что проколол ухо, а потом скажу, что достал, не понравилось мне. Вот и все. Так, придется в шапки сегодня пока походить. Ой, Макс, ты уже пришел? А ты что полностью не разделся? Шапку-то снимать надо в помещении. Жара такая дома. Жара? Да нет, мам, я что-то замерз немного. Можно я в шапке похожу? А то голове холодно. Холодно? Да ты что, может у тебя температура? Вроде нет. Макс, давай снимай, сейчас перепотеешь весь, а потом вот как раз температура будет. Ну сейчас сниму, мам, чай только допью и сниму, ладно? Фу, ну все, мама загнала всех спать, теперь уже точно не придет. Можно шапку снимать, ты упарился уже в ней. Максим, Максим, спокойной ночи. А что это у тебя в ухе? Да ну нет, ну почти получилось. Мам, в каком ухе? У меня ничего нет. Макс, ты думаешь, я так просто спросила, что ли? Я же вижу, у тебя там сережка, ты что ухо без спроса проколол? Ну-ка покажи, что это был за салон. Я завтра же пойду и нажалуюсь. Без разрешения родителей несовершеннолетним ухо прокалывают. Да мам, да не надо, да не сережка это, ну сережка это, только клипса. Ну короче, она снимается, мне ухо не прокололи, просто так надели. А, клипса? Так что ж ты ее на ночь-то не снимешь? Она ж тебе будет мешать, наверное. Или врешь маме, что клипса? А сам проколол все-таки ухо, а ну показывай. А нет, точно клипса. Мам, ну я же говорила, чего ты мне не поверила? Я специально ее не снимала, чтобы завтра ее мог надеть. Ты поможешь мне утром, если у меня не получится? Перед школой. Ладно, хорошо. Фух, напугал только меня. Здесь пока положу, завтра утром позовешь. Всем привет. Да ну, не верю своим глазам, ты что реально ухо проколол что ли? Ну да, а что, думаешь только тебе что ли можно? Эй, парни, да вы что, мне что, тоже теперь ухо прокалывать что ли, чтобы от вас не отличаться? Расскажите, как это? Больно, нет? Если честно, то очень больно. У нее такой огромный шприц. Гигантская, гигантская иголка. Я вчера как увидел его. Ага, я тоже когда ходил, сразу согласился на клипсу. На клипсу говоришь? Э, ой, да, да, это сережка такая, когда еще больше дыра делается. Ага, рассказывай, рассказывай. А не та, которая просто так без дырки одевается и снимается, как у меня, например. Так, стоп, Макс, ты что, тоже ухо не проколол? Нет, Тимми, я уже пришел и разрешение галона сам от родителей не написал. Сел, она как это ж такое, она достала свой прибор огромный. Я думаю, она меня насквозь просто проколит. Я такой, не, 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 не надо. И почти домой пошел. Она вот эту штуку предложила походить, посмотреть, понравится или нет. Так, вообще кто-нибудь понимает, о чем они там разговаривают? Вы уши прокалывали в итоге или нет? Получается, что нет. Эх вы, только повыделывались. А на самом деле у них стоят клипсы, которые легко снять и одеть без всякой дырки. А, а что, так можно что ли? Слушайте, я тоже хочу, где вы сделали? После уроков можем показать, где этот салон. Ее и без разрешения родителей могут поставить. Стоит только 300 рублей. Круто, ладно, после школы зайдем тогда. Ну что, мистер крутой? Ага, а сам-то? Хе-хе, все, ладно, мир тогда. Ага. А вы, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Даринелка ТВ и смотрите новые, самые интересные серии. Пока-пока. Здравствуйте, ребята. Вчера один с сережкой, сегодня второй с сережкой. Так, парни, у вас что, мания какая-то новая, что ли, или что это, а? Завтра что, ты у меня с сережкой придешь? Ага. Так, я вообще-то пошутил, серьезно, что ли? Не волнуйтесь, учитель, все нормально. Это у них клипсы, не настоящие сережки. Просто так, украшения. А-а-а, ну, парни, вы и даете. Украшают вас не сережки, а знания, поняли? Именно сейчас мы займемся перетаскиванием знаний из учебника к вам в ваши красивые головы. Так, Макс, с тебя, пожалуй, начнем. Да, в доске, что ли? Ага, ладно. Ага, ладно.